Ну что же, вот и вышел последний эксклюзив на PS4, и стало даже как-то грустно, что подходит к концу это поколение консолей, и в этом видео хочется подвести итог, что же смогла дать нам PS4, во что мы играли и ждали с нетерпением. Всем привет, я Элайкап, и перед тем как мы начнем, не забудь подписаться на канал если не подписан, поставить лайк и нажать на колокольчик. Этим ты поддерживаешь меня и мотивируешь к созданию новых видео. PS4 лично у меня появилась всего чуть больше года назад, и до этого момента вообще консоли, я про третий PlayStation и про второй, знал, но мне как-то это не было интересно. Да и у друзей в большинстве своем были Xbox 360 с Kinect, на празднике кстати, или посиделке с друзьями, с Kinect было всегда веселей. В общем я как-то не особо вникал в эксклюзивные игры и вообще в тему консолей, но мое отношение к этим играм изменило PSP. Я прям помню какая графика была и боевка в God of War, Призрак Спарты, это просто потрясало, что такая маленькая портативка может выдавать такую графику. И конечно когда выходила третья часть, мне хотелось в нее поиграть. Ну в общем с этим не срослось и проходил я ее на ютубе. Ну время шло и я опять забыл о консолях и играл на ПК, там в Ассасинов, в серии игр про Бетса, КС и все такое. Но потом я увидел трейлер новой части God of War и просто обалдел, очень понравилось и очень сильно хотелось поиграть. Но опять что-то не получилось обзавестись консолью, ну в общем и эту часть я посмотрел на ютубе. Но мысли, что нужно копить на PS4 после этого не уходили. Позже выходят трейлеры геймплей о игре про Человека-паука и все. Тут я точно решил, что поиграю в нее. Я очень большой фанат супергеройки и точно не мог это пропустить. Я не купил консоль когда вышла игра, но она у меня появилась на геймдэй в следующем году. И конечно я погрузился просто в кучу годных игр. Каждый эксклюзив по-своему шикарен и конечно я понимаю, сколько же я пропустил. Ну в общем, хочу восстановить воспоминания и рассказать о тех играх, которые мне понравились и запомнились больше всего. Это не топ и лучшей и худшей части тут нет. Мое знакомство с PS4 началось с Horizon. Честно, вообще ничего не ждал от этой игры. Когда смотрел обзоры, было понятно, что это очень похоже на экшен-рпг и похоже на Ведьмака, а Ведьмака я очень люблю. Ну в общем, она похожа, но только со своими особенностями. Общее с Ведьмак 3, конечно, есть. Там выслеживание по следу или диалоговое окно, когда ты можешь выбрать реплики. Ну в общем, она мне понравилась. Правда, очень интересная задумка мира игры. Люди вернулись к корням и охотятся на роботов, чтобы выжить. Это странно, но нужно просто поиграть. Мне эта игра понравилась еще своей графикой. И я-то думал, как можно играть в 30 фпс. И думал, как же PS4 запускает все новые игры. В общем, не знаю, как это точно объяснить, но 30 фпс на консоли это не одно и то же, что 30 фпс на ПК. Ну я видел, как в Horizon прогружаются текстуры на ходу, но это меня не отпугивало. Потому что отражение тени это просто что-то с чем-то. Растительность в игре меня поражала своей красотой. Те, кто играли с HDR, это же вообще, наверное, обалденно. Horizon точно неплоха, как и в сюжетном плане, так и в плане графики. Да, и персонажи на самом деле получили запоминающимися. А это главное. С нетерпением буду ждать продолжения. Следующая игра это, конечно же, Last of Us. Слышал много про эту игру, но никогда не смотрел. Даже геймплей. И как же я правильно поступил. Это просто шедевральная игра. С проработанным лором и мелочами. И, в общем, первая игра, в которую я поиграл от студии Naughty Dog. Конечно, вы все про нее знаете. Это очень интересные и запоминающиеся персонажи. Захватывающий сюжет. И интересный геймплей. Я три дня почти не отрываясь ее проходил. И такие эмоции, правда, мало какая игра вам может подарить. И, конечно, дать много вопросов для раздумий после финала. Конечно, в плане графики она не такая продвинутая. Но это ремастер. И можно было сравнить и поиграть в 60 фпс. А это неплохо. Конечно, хочется еще рассказать про God of War. Это часть как бы переосмысления серии. И мне было сначала непривычно. Потому что новое положение камеры. Прыгать нельзя. Но это даже чем-то интересней. По боевке же, наверное, скажу. Это один из лучших слэшеров, в который я вообще играл. В плане графики и сеттинга тоже все классно. В этой части сменили мифологию с греческой на скандинавскую. И точно хуже не стало. Я когда проходил ее, я проводил параллели с Last of Us. Потому что до этого играл именно в нее. И, конечно же, похоже на Last of Us. Только тут отношения отца и сына. В общем, я остался под большим впечатлением от этой игры. Орден 1886. Очень красивая игра. С необычным решением в виде полос, как при просмотре кино. И это добавляет своего шарма и атмосферу. Об этой игре я могу сказать, что она, конечно, не шедевр. Но она очень достойная. Сюжет небольшой и проходится достаточно быстро. Хоть и концовка, как мне кажется, незаконченная. И можно было еще что-то продолжить. Но в игре, в принципе, мне понравилась стрельба и интересный геймплей. В общем, точно достойная игра. Infamous Second Son. Вообще ничего не ждал от этой игры. Не был знаком с серией вообще. Но эта часть тоже переосмысление. И появился новый игровой персонаж. Делсин. Если вкратце, то игра классная. Больше всего мне, наверное, понравился выбор действий. Как можно поступить? Можно пройти игру два раза. Один раз за героя, другой раз за злодея. Похожая фишка была в игре про Человека-паука. Мне понравилась в игре боевка. А больше всего, наверное, сила неона. Скорость. Можно бегать по зданиям. А ульта это вообще нечто. По графике все тоже прикольно. Ведь эта игра была на старте PS4. И показывала все ее возможности в графике. Фишка этой игры это суперспособности. И Infamous точно веселая и интересная игра, которую стоит поиграть. Ratchet & Clank. Ну это прям ностальгия. Очень красочная игра. Подходящая для всех возрастов. Она тоже не очень долгая, так что не успевает надоесть. В игре просто огромное количество оружия. С абсолютными разными функциями. По сюжету мы выполняем различные задания. И мне понравилось, что локации абсолютно разные. От локации покрыты лавой до больших мегаполисов. Игра очень динамичная. Во время боя все взрывается, все в эффектах. Летят детали, которые с интересной анимацией мы собираем. В общем, мне кажется, это один из лучших платформеров. И таких игр осталось очень мало. Detroit Become Human. Очень интересная игра в жанре интерактивное кино. Мне в игре понравилось, что она реиграбельна. И что ее можно пройти несколько раз. На разные концовки. И выбор, правда, очень большой. Сама игра красивая в плане графики. И интересна в плане сюжета. И в плане вопросов, которые она поднимает. Я думаю, каждый должен попробовать поиграть в нее и сложить свое мнение. И сделать свои выборы. Которые приведут именно к вашей концовке. Ну, а следующей игрой будет Uncharted 4. До сих пор одна из самых красивых игр, в которые я играл. Финал приключений Нейтана Дрейка. Получился очень запоминающийся. Эту игру я проходил просто с диким восторгом. Настолько зрелищные приключения я еще не играл. Экшен в игре просто что-то. Когда мы куда-то лезем, прям ждешь, что сейчас что-то произойдет. Еще очень понравилось, что локации по прохождению постоянно меняются. От снега до джунглей. Это классно. Конечно же, еще не стоит забывать про предыдущие части. Они тоже шикарные. И подарят просто кучу эмоций после прохождения. Bloodborne. Вообще, с опаской начинал в нее играть. Ведь до этого я не играл в игры Souls-серии. Я, конечно, так и не прошел ее до конца. Но хоть понял, что это за жанр. И что она проходимая. И не такая уж и хардкорная. Да, в игре нужно фармить, чтобы пройти определенного босса. Или чтобы пройти определенную локацию. Кстати, о боссах. Их дизайн, конечно, просто поражает. Я не знаю, как их придумывали. Но это очень необычно и интересно. Вообще, игра, наверное, не для всех. И не каждый ее пройдет. Но попробовать определенно стоит. Эти эмоции после победы над боссом, который ты не мог пройти раз в десять. Это непередаваемые чувства. Ну, конечно, Человек-паук. Очень хотелось в нее поиграть. Выбил платину в ней. Игра просто обалденная. Полеты на паутине – это та часть геймплея, которая тебя возвращает в игру даже после ее прохождения. Я серьезно. Я иногда просто захожу полетать по городу минут на десять. Настолько это классно получилось сделать у Insomniac Games. В плане сюжета игра мне тоже понравилась. Появилось очень много знакомых злодеев паука. И еще понравилось, что игра не рассказывает про начало. Это не Ориджин. А паучок в этой части уже несколько лет занимается спасением Нью-Йорка. И как бы уже на опыте. Понравилось, что в игре есть не только Человек-паук, но и как личность Питер Паркер. И показано, что у него тоже есть жизнь. И что он гениальный ученый и изобретатель. Показали, как он разрывается между супергеройством и помощью тети Мэй. И отношения с Инджей. Показали, какие выборы он совершает. И чем жертвует. Человек-паук – это просто потрясающий эксклюзив. А если вы еще и фанат Паучка, это просто топовая игра. Еще скажу про вторую часть Last of Us. Это, наверное, по геймплею лучшая игра, в которую я играл. По графике тоже все прекрасно. И с PS4 выжили, наверное, максимум. Но вот сюжетно это, конечно, не очень. Мне не понравилось. Я совершенно не этого ждал. И подробнее расскажу, наверное, в следующем видео. А так, конечно, советую поиграть. И составить свое мнение. Потому что споры о ней будут еще очень долго. Ну и осталось Ghost of Tsushima. Я еще не поиграл в нее. И сложить мнение сложно. Но оценки у нее неплохие. Обзорщики тоже хвалят. Эта игра не шедевр. И, как я понял, она нового ничего не приносит. Но любителям японской культуры этот сеттинг понравится. Боевка зрелищная и достаточно интересная. На самом деле, классная идея со сменой стоек к разному типу врагов. В плане графики она тоже делает упор на тени и освещение, как мне кажется. И чем-то напоминает Секера и Horizon. Ну и, конечно же, Assassin's Creed. И, наверное, в этой игре один из лучших фоторежимов, которые я видел. Мне кажется, достаточно стоящая игра. Вот такой топ игр мне запомнился больше всего в этом поколении консолей. Конечно, это не все игры. И вы можете в комментариях написать свои. А я буду на этом заканчивать. Грустить о том, что у PS4 больше не будет эксклюзивов, не стоит. Еще можно подождать и Assassin's Creed Valhalla и Cyberpunk. И после этого уже ждать PS5, который подарит нам новые игры, эмоции и другую производительность. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. Ну и, как всегда, получайте от игр только удовольствие и будьте здоровы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok